Заседания исполкома начали с приятного вручения заслуженных наград в конкурсе по оформлению территории и декорированию зданий города к Новому году. Учреждения образования культуры, предприятия торговли и услуг, промышленности и транспорта, строительные организации – все подошли к миссии ответственно. Новополоцк утопает в новогодней иллюминации и в праздничном настроении. Если говорить об итогах уходящего 2022-го, то для города, как и для всей страны, он выдался непростым. Экономике буквально с колес пришлось подстраиваться под новые условия, что не могло не сказаться на выполнении прогнозных показателей. На сегодняшний день из 13 выполнены только 3. Планируется, что до конца 2022-го город выполнит еще 5. Снижение уровня производства промышленных продуктов, экспорт услуг, объем инвестиций и розничный товарооборот. Здесь, к сожалению, до установленных цифр не дотянули. За 10 месяцев текущего года, несмотря на сокращение выручки от реализации продукции почти на 14%, экономика города в целом сработала эффективно. Прибыль от реализации увеличена на 2,3%. Чистая прибыль в 3,4 раза. Впервые за 10 месяцев в этом году темп роста выручки превысил темп роста себестоимости. Рентабельность продаж в целом по городу составила 1,8%, без учета открытого акционерного общества «Нафтан» 10,4% при задании на год 9%. Эффективнее всего сработали предприятия сферы услуг. Несмотря на это, Новополоцку в целом удалось сохранить работу экономики в стабильном русле во многом благодаря оказанной помощи главы государства, правительства и руководства области. Такой ритм важно удержать и в году наступающем. 2023 показательный. От его результатов напрямую зависят итоги пятилетки. Упор на привлечение инвестиций. Экономика города в этот сложный год показала свою устойчивость. Не без проблем, но мы выстояли, опять же, работая единой командой и поддерживая друг друга. Это, безусловно, шансов на то, чтобы в целом ситуация оставалась стабильной и для каждого предприятия, для каждого трудового коллектива она складывалась более-менее благоприятно, а у нас больше. Поэтому я тоже призываю к такому взаимодействию и в дальнейшем, и в будущем году, чтобы мы друг другу всегда могли подставить плечо, оказать помощь. Если мы будем опираться друг на друга, использовать возможности каждого из предприятий, которые располагаются у нас на территории, это приведет к тому, что мы можем свои проблемы решить и обеспечить загрузку мощностей тех предприятий, которые у нас есть. Ну и сообща как-то все-таки есть эффект синергии, когда там один плюс один плюс один, это не обязательно три, это может быть и пять, и шесть, и семь по потенциалам. Поэтому мы должны работать единой командой и, конечно же, проявлять нацеленность на выполнение тех задач, которые перед нами ставят. Хотелось бы поблагодарить всех руководителей и трудовые коллективы, особенно те, которые вытягивают показатели социально-экономического развития за слаженную работу в этом году. Для городской казны год минувший также выдался напряженным. Впервые за последние десятилетия мы воспользовались бюджетным кредитом. Порядка 85% средств бюджета Новополоцкого в 2022 направили на обеспечение работы учреждений социальной сферы. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства также на отрасль здравоохранения, затраты на которую по состоянию на 28 декабря составили чуть большим 8 миллионов рублей. Все бюджетные обязательства по выплате заработной платы и коммунальным услугам исполнены в полном объеме и в установленные сроки. Несмотря, так сказать, мягко сказать, на очень непростую ситуацию по исполнению бюджета города. Если говорить о планах на год предстоящий, то в городской казне появится новый доходный источник – плата за питание обучающихся. Изменен также норматив отчислений по подоходному налогу. Он увеличился с 50 до 66%. В 2023 бюджет Новополоцка составит более 199 миллионов рублей. При этом социальная направленность расходов сохранится. Так, из запланированного на базе детской поликлиники появится центр раннего вмешательства, а стадион «Атлант» ждет модернизация.